Как же, собственно, происходило это становление канона? Мы говорили сейчас о причинах, о факторах, способствовавших формированию канона. Что же мы знаем, собственно, о его формировании? О этапах формирования канона? Ну, прежде всего, сами священные авторы, а священное авторство, естественно, было непререкаемым требованием, обязательным требованием. Священное авторство было обязательным требованием. Священные авторы, естественно, начинали с отбора материала. Помните, как говорит апостол Иоанн о том, что если бы собрать все, что сделал Иисус Христос, и сказал Иисус все слова и дела, то и что? Помните, пожалуйста, весь мир не вместил бы всех этих книг. Совершенно верно. Лука говорит о том, что уже многие составляли рассказы о жизни Иисуса Христа. Ему нужно было отобрать материал. Он тоже решил составить рассказ, и очевидно, что в канон, в Евангелие какие-то вещи из тех, что делал или говорил Христос, не попали. В богословии есть такое понятие, как керигма Христа или керигма Иисуса. Это вот и есть канон внутри канона. Это те вещи, те высказывания, которые действительно говорил Иисус, те слова, которые Он говорил, те дела, которые Он делал. Это все то, из чего, собственно говоря, черпался материал. Значит, материал нужно было процедить, его нужно было просеять. Вот это был, пожалуй, первый этап формирования канона. Дальше, собственно, написание книг, которые здесь не указаны на этом слайде. В принципе, нужно было его туда вставить. Естественно, раз книги были написаны, они также и читались. Мы сегодня читали в первом послании фессалоникийцам. Об этом же в Откровении Иоанна Богослова. Это блаженчитающие слова книги сей. Значит, предполагалось, что эти книги будут читаться. Причем они читались в церквях. Не случайно, допустим, Откровение Иоанна Богослова начинается посланием семи церквам. Но книги не только читали. Книгами уже на очень раннем этапе обменивались. Одна книга, Откровение Иоанна Богослова, содержит текст, обращенный к семи разным церквам. Соответственно, уже книга эта находилась в неком общем доступе. Послание к Колосинам, 4 глава, 16 стих. Давайте с вами посмотрим. Павел высказывает им очень необычную такую просьбу. 4 глава, 16 стих. Когда это послание прочитано будет у вас, то расстрелитесь, чтобы оно было прочитано и в Владикийской церкви. А то, которое из Владикий, прочитайте Ирина. Спасибо большое, Ирина. Кстати, здесь сразу вопрос. Послание к Владикийской церкви – это какое? Возможно, это потерянное послание, но вполне возможно, что это послание к Ефесиным. Потому что Ефеслос, Ладики, иногда называли Ладики, в широком смысле, конечно. Но это так, как, допустим, иногда иностранцы, говоря с американцем, можно, по-моему, услышать такое. Да-да-да, он русский, он там из Узбекистана. Все, что в бывшем Советском Союзе – это русские. Но в любом случае здесь у нас такой обмен посланий. Апостол Павел пишет Колосской церкви и говорит, ребята, вот этими посланиями вы, пожалуйста, поменяйтесь. И вот, но ведь они же, поймите, пожалуйста, что они же не могли просто отдать рукопись. Они для этого обмена уже делали копии, уже делали ранние списки. И именно поэтому вот это первое мое слово, что вот помните, я говорил, рукопись, значит, найдена единственная рукопись некоего послания апостола Павла. Вот уже это подозрительно. Как так, единственная рукопись? Слушайте, нет ни одного послания апостола Павла или любого другого послания, действительно настоящего новозаветного послания, которое существовало бы в единственной рукописи. Это то же самое, что сегодня, сказать, найдена единственная магнитофонная пленка или магнитофонная кассета, на которой записана никому до сих пор неизвестная песня Владимира Высоцкого. Значит, тогда вопрос, вот как на протяжении всех этих лет владелец этой кассеты или владелец этой пленки никому ее до сих пор не дал скопировать? И как получилось, что Высоцкий один раз только эту песню спел? То есть тут очень много сразу возникает вопросов после высказывания о том, что какая-то книга содержится в единственной рукописи. Вот собирание и, соответственно, обмен между церквями и собирание, формирование корпуса текстов мы говорили. Второе послание Тимофею, извините, второе послание Петра, 3 глава 15-16 годы. И все, конец. Мы говорили второе послание Петра, 3 глава 15-16 стихи. И, наконец, следующий этап формирования канона – это цитирование. Взаимное цитирование, когда авторы священного писания цитируют других авторов напрямую. Здесь есть некоторая сложность. И нужно сказать сразу, что на самом деле мы не всегда можем быть уверены, что действительно авторы друг друга цитируют. Возможно, они берут некий общий материал, они работают с неким общим материалом. Понятно, что цитируется Ветхий Завет. Насчет цитат Нового Завета все немножко сложнее. Вот, например, в 1 Тимофею, 5 глава 18 стих, апостол Павел говорит две вещи, и он дважды цитирует Священное Писание. В одном случае это точно Ветхозаветная цитата, в другом случае все не так просто. Смотрите, и в Писании говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей. В Евангелии от Луки, 10 главе, Иисус напоминает, направляя своих учеников на миссию, он говорит о том, что трудящийся достоин пропитания. Вот понятно, что идея, вообще говоря, Ветхозаветная, но вполне возможно, что Павел в послании к Тимофею цитирует не только Ветхий Завет, но цитирует и слова Иисуса Христа, отраженные также в Евангелии от Луки. Ну и вот это взаимопроникновение разных частей Священного Писания мы с вами уже видели, когда, допустим, Петр говорит о посланиях апостола Павла. То есть они явно были знакомы с текстами друг друга, они явно понимали, что вместе они производят некий, ну скажем так, корпус литературных произведений. Кроме того, в качестве примеров цитирования часто приводятся два послания, послание Иуды и второе послание Петра. Здесь нужно, правда, сразу же оговориться, непонятно, собственно, кто у кого цитирует Иуда у Петра, или кто у кого цитирует Иуда, цитирует Петра, или Петр цитирует Иуду. Но если вы сопоставите второе послание Петра и послание Иуды, выяснится, что эти послания очень похожи. А дальше совершенно замечательный этап канонизации, которому можно посвятить целую лекцию. Я этого делать не буду, я просто покажу вам, о чем идет речь. Дело в том, что новозаветные книги очень быстро получили признание младших современников, признание отцами церкви. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь про некоторые из новозаветных книг на этом слайде я собрал для вас информацию. Например, Евангелие от Матфея признанно и цитируется уже в послании, датируемом 70-79 годами нашей эры. То есть достаточно быстро. Евангелие от Марка также очень рано цитируется. Евангелие от Луки. То есть фактически, когда мы смотрим на... Это же не обязательно это все переписывать, просто посмотрите, сколь невелики на самом деле временные промежутки. Отцы церкви или ранние христианские писатели очень быстро начинают цитировать новозаветные послания. То есть, можно так сказать, они укореняются, послания укореняются в произведениях христианских авторов буквально в несколько десятилетий, в течение нескольких десятилетий после их написания. Это, пожалуй, один из самых серьезных аргументов против теории, бытовавшей еще в начале XX века, о том, что вот Евангелия были написаны через сто лет после этих событий. Через сто лет после этих событий Евангелие уже цитировали вовсю. Написаны они были существенно раньше. Несколько позже мы с вами будем говорить о рукописях. Мы увидим, например, что самое раннее из известных новозаветных рукописей – это небольшой фрагмент из Евангелия от Иоанна. Натируется он обычно 117-135 годом. Это маленький такой обрывок рукописи, который сохранился. Естественно, сохранять рукописи тогда было очень трудно. Но интересно, что этот отрывок из Евангелия от Иоанна, буквально несколько стихов, обнаружены не где-нибудь, а в Египте. А Евангелие от Иоанна писалось людям в Малой Асии, то есть никак не в Египте. Значит, из Малой Асии при медленном распространении печатных текстов, при медленном транспорте того времени, этот текст должен был дойти, его должны были переписывать, он должен был дойти до Египта. Это занимает очень много времени. Так что найти рукопись в Египте в начале II века, адаптированную началом II века, это серьезно. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com То есть вот очень рано эти книги начинают активно цитировать. Скажу также, что согласно одному из исследователей Нового Завета, эта рукопись найдена в Египте. Значит, должно пройти какое-то время, чтобы рукопись дошла до Египта, чтобы ее переписывали, передавали и так далее. А с другой стороны, цитирование отцов церкви настолько подробно, что согласно утверждению одного из исследователей Нового Завета, «Если бы вдруг исчезли все новозаветные рукописи, то 95% текста Нового Завета можно было бы восстановить по святоотеческим цитатам». Понимаете, цитировали они очень много. Они могли цитировать буквально страницами по одной причине. Вот мы с вами, когда пишем, допустим, богословские тексты или христианские тексты, мы можем сказать, вот такая-то книга Библии, такая-то глава, такой-то стих. Наш читатель берет книгу, находит главу, находит стих, читает. Во времена отцов церкви такого не было. Поэтому, ссылаясь на священное писание, они должны были сначала процитировать из священного писания. И вот на этом основании мы можем практически целиком восстановить текст Библии. То есть вот такое было раннее принятие отцами церкви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok